Так уж вышло, что все межнациональные чемпионаты и встречи футболистов сконцентрированы по большей части в Европе. Для Дальнего Востока прокатиться на Запад удовольствие не из дешевых. Но оно сегодня и не требуется, ведь получить опыт международных соревнований можно прямо здесь. Тому пример юношеский футбольный турнир среди стран АТР, который проходит в Приморской столице уже во второй раз. Нам, наверное, сложновато выезжать туда в центральную часть России, и поэтому, учитывая, что азиатский регион очень быстро развивается, футбол очень прогрессирует, то команда из Китая, из Кореи, Японии – это очень хороший спарринг, и для нас, я считаю, это очень важно. Участвуют шесть команд. Здесь и юные сборные «Луча», и хабаровские СКА, и даже игроки с Якутии. Центральный интерес, конечно же, представляют собой гости из Кореи и Китая. Их приезд уже не в новинку. Представители «Луч энергии» отмечают, что футбольное сотрудничество с азиатами сегодня выходит на новый уровень. И практика обмена игроками между нашими странами может стать вполне возможной. Надеюсь, у нас когда-то получится так сделать, потому что, а бы кого взять, конечно, можно, ну, а смысл в этом какой. А качественных игроков, поверьте, ими не разбрасываются, в той же Азии. В том году, по их приглашению, наша команда юношеская 2000 года выезжала в их город и проходили сборы. И мы немножко знакомы, и они, соответственно, знакомы, имеют представление о нашем клубе. Возраст футболистов от 16 лет и младше. По сути, это потенциальные игроки основных взрослых команд. Говорят, что опыт от таких турниров колоссальный. Азиаты, конечно, хоть и не играют по бразильской системе, однако своим особым стилем освежают местное восприятие футбола. Турнир очень хороший, получаешь очень многое от корейцев, от китайцев, с иностранцами, да, это вообще, они и катают хорошо мяч, ну, то есть отыгрываются очень хорошо, ну, не как у нас такой футбол, но очень хорошо играют. Турнир идет по круговой системе и завершится только через неделю. Отлаженный и уже традиционный регламент организаторы менять не собираются, пока на будущее всего одна цель – привлечь к чемпионату еще и японцев. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом.